Объем российского рынка франчайзинга в прошлом году составил почти 2,5 миллиарда рублей. Это на 22% выше показателя 2021 года. Даже на фоне ухода западных компаний число регистрации франчайзингового бизнеса сократилось лишь на 2%. А в ближайшие два года аналитики прогнозируют рост показателей. Среди перспективных направлений эксперты называют производство и переработку сельхозпродукции, малоэтажное строительство. Новые вызовы и тренды обсудили за круглым столом РБК Уфа. По словам директора Российской ассоциации франчайзинга Юрия Михайличенко, действие санкции дало стимул для развития ребрендированных компаний. При этом существует проблема с финансированием. Зачастую франчайзи приобретают франшизы на собственные средства. Для решения вопроса в частности прорабатывается создание краудфандинговых платформ, чтобы можно было привлекать частные инвестиции. Кроме того, наблюдается тренд ухода в малые города, чтобы обеспечить рост рынка. Если мы говорим о сейчас был рост примерно 15-20% в год, то нам нужно за последние до 30-го года еще раз напрячься и увеличить рынок. По нашим подсчетам, чтобы догнать остальные страны, то нам нужно еще вырасти в три раза, до 300 тысяч точек. Я думаю, это вполне достижимые такие результаты. Нужно, конечно, и людей где-то находить, поэтому реализуем разные программы. В Башкортостане действуют меры поддержки, которыми также могут воспользоваться предприниматели, работающие по франшизе. К примеру, в рамках государственной муниципальной программы есть возможность субсидировать затраты на лицензионное соглашение. Надо отметить, что в настоящее время в российском законодательстве не закреплены понятия франшизы и франчайзинга. И при совершении сделки стороны, как правило, руководствуются положением о консессионном соглашении. А к составлению договора необходимо подходить со всей ответственностью, подчеркивают эксперты. Наиболее подробно нужно предусматривать все права и обязанности для того, чтобы избежать любых неблагоприятных последствий. Потому что когда партнеры достигают согласования, соглашений, они считают, что они как добросовестные партнеры будут выполнять все условия. Однако, если эти условия не предусмотрены, то не будет и возможности их соблюдать. Поэтому я рекомендую очень подробно и очень тщательно прорабатывать именно правообязанности в договоре и меру ответственности. По словам экспертов, один из трендов на рынке франчайзинга – выход на международный уровень. Как сообщили в Министерстве внешэкономсвязи, в Башкортостане совместно со школой Сколково в прошлом году разработана методология поддержки адаптации франшиз под целевые зарубежные площадки. В настоящее время адаптированы четыре франшизы под рынок Казахстана – ДБК «Плюс» с магазинами готовой еды и полуфабрикатами. Сеть «Кормим правильно» – кафе «Стритфуда», «Айбат Халляр», а также кафе «Кулинарии». Еще одна франшиза – «Реседа» с косметикой подготовлена под рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Кафе «Стритфуд» Продолжение следует...